добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и я рада вас приветствовать на своем канале вот лето пролетело и осень наступила сегодня у меня снова 3 сентября представляете я планировала снять это видео еще где-то так в конце августа но что-то так все пошло не по плану немножко у меня расслабилась в общем и 1 сентября я такая о 1 сентября итоги видео и вот снимай только 3 сентября снова 3 сентября да так что там я камеру по мне штатив похоже менять уже пора хотя принципе неплохой но он стал уже держать плохо и я тут вот так устроилась боком в общем вот и все и что что лето то у нас 22 сентября уже все закончил сможешь сказать пришли холода дожди и вот уже вторую неделю у нас простой в уборочной страде до хлеб стоит мы сидим вот никто ничего убрать не может потому что идут ну даже дожди как бы можно их так назвать были временами сильные а вообще вот просто вы знаете как вчера польет подмочит и все и работа стоит на улице противные уже не помню уже пятый день полу такой ветрище на улице ужасно я уже такую погоду не помню но несколько лет наверное точно мы уже за последние лет пять привыкли что у нас август жаркий и начало сентября всегда было жарким до 30 градусов даже были последние вот эти года это первый на на такой конец август и начал сентября холодный хорошо хоть морозов не было пока то вы были такие года когда и морозы там в конце августа были тоже но я говорю мы за последние лет пять наверное привыкли уже к теплу что у нас тепло стало да даже в мае но этот год какой-то не такой как обычно май был холодный конец мая начало июня были жара где-то числа воде под девятого наверное жара стояла потом так немножко на спад пошло и вот в июне опять тоже такая погода была как будто вот конец августа сентябрь может конечно то что лето было немножко потеплее все таки не как сейчас да ну тем не менее были дожди и холодно две недели вот как раз у меня гостили дети дочь зятем и внучки немножко было обидно потому что мы купили бассейн поставили все батут приготовились я в этом бассейне успела конечно сама накупаться вот как раз первые дни они приехали уже 9 числа и был уже ну уже не так не такая жара стала 25 около 30 градусов моментом дожди как раз прошли уже как-то не то а вот прям первые дни июня это просто пекло было 40 градусов жара бассейн прогрелся прям буквально за два-три дня и вода была теплая теплая вот и потом опять конец июня начало июля до 10 примерно опять жара а как раз у меня 30 они уже уехали дети вот но не успели еще захватите покупались и потом опять вот эти десять дней жарище так просто невозможны невозможная жара мы в этот период опять вот я очень радовалась в этом году бассейн жалко что вы раньше не потому что походу хоть два-три хоть три раза в день пошел охладился и уже тебе прекрасно себя чувствуешь замечательно просто 10 а мы как раз вот где-то 10 по 9 10 11 уехали отдыхать на пару дней дома отдыха и в эти дни как раз пошел дождичек уже дождичек пошел и как-то опять немножко погода спад и в две недели опять такая погода была прохладной дожди шли мы как бы остыли и снова опять уже концу июля жара вернулась опять и все и вот буквально 22 августа было жарко но самое интересное что до в июле вода тоже нагрелась бассейн я купался после вот где-то числа после 5 уже августа жара стояла а вода уже вот до такой степени не прогревалась потому что ночью было прохладно час было градусов 10-15 вот за счет этого наверно этого вот этого пекла не было ты не чувствуешь этого избождения до жары как в июле вот но что лето закончилось все пока по прогнозу не предвидится ничего хорошего в этом году похоже у нас будет опять ранее зима вот и до этим летом июнь посвятили семейным праздником отдыху вот в этом году вообще чуть много потом они уехали мы были двоем с мужем жили тоже цену я тоже уехал в сочи вот ездили на отдых дом отдых отдыхали там немножко все равно передохнули как-то вот так месяц этот прошел вроде бы ты что-то и делаешь и работаешь все но тем не менее как-то вот немного все-таки отдохнули но август конечно же в этом году у нас предполагает каждый год уборку уборку урожая и она началась в этом году позже без числа 11 даже свой день рождения в этом году отметила три года я это не делал то что начинал все в где-то с первых чисел августа хлеб убирать а в этом году вот все запоздало чуть-чуть запоздало две недели простое то есть до сентября до конца сентября все это продлится и то есть планы мои на осень на конец осени мы планировали с дочерью поехать на формулу кобеля опять они рухнули ясно и что уже не получится в общем ну и у дочери тоже не получается они ремонт все еще переехали новую квартиру свою дремонте еще делают на работа она еще не вышла декретного до конца вот и только-только в этом году у меня внучка в конце младший луч в конце августа пошла в детский сад тоже очень она этого хотела очень этого ждала просто каждый день там пока они проходили медкомиссию там такая тягомотина что-то в общем рассказывает других видео да ну вот и наконец-то в конце августа пошла в детский сад неделю проходила вот сейчас эту первую ну пока что довольна рассказывает все что там происходит интересно но мне конечно дочь рассказывает все это как это все естественно вот такие события так дальше что ну что дальше естественно лето я думала будет не такое вышивание почему-то я так думала но тем не менее подбив итоги собрав все здесь что она вышивала в принципе лето было на вышивку богатый на урожай вышивки вот я хотела всегда летом у меня всегда такая была мечта вышивать небольшие процессы большие но я тем не менее планировал что все таки буду большие процессы там какие-то вышивать но не состоялась значит на второй план у меня отошли процессы с на второй план у меня отошли процессы величие природы а русской карповский я хотела вышивать там от локос тюльпаны но все это все это отъехала все и потом сначала первое время немножко попереживала потом подумала я же всегда хотела вышивать такие средние маленькие процессы летом то что ну действительно не хватает легкие какие-то такие время нужно этому вышивки уделять а у тебя его нету вот но тем не менее тем не менее на вышивала в общем исполнила такую мечту до вышивать то что хотела до вышивать до вышивала и повышать небольшие процессы в общем вот так и в июне я конечно же не только заканчивала и начинала это то что было что я начинала я заканчивала было такое даже и было и практически все свои работы кроме двух до помню по моему я оформил в этом году в общем что у меня первым то было в этом году вышито в этом году летом этим летом это было вышито вот так давай еще раз ураняем я тут еще сейчас такой казус произошел я вообще мне пришлось всю комнату перевернуть я вышила вот такую зайку и это была парная зайка зайка с маками зайки с одуванчиками вот такая зайка одуванчики к зайка тоже не зайка с маками видео даже короткое у меня есть по этому поводу да оформлены они у меня все а вот эту зайку я вышла в апреле я мечтала сфотографировать с одуванчиками и не сделала этого не но оформленную ладно я ее в июне уже оформлял но готовую работу я нигде не даже не сфотографировал по-моему отдельно чтобы такая вот она была не оформленная потом уже до меня дошло думаю надо же так стремилась вышить так фотографировала дуванчики еще один процесс одуванчиковый тоже фотографировала все а про этот вообще вот вот просто напрочь с головы вылетит но вот такие все равно миленькие я все еще не подарила вчера выходили в гости опять к племяннице племянница конечно прямо на день рождения и я думаю ладно отложу я сейчас сниму уже все покажу еще унесу и поешиваем у них там сразу все это потому что ну надо чтобы сразу это было повешено здесь не стекло в этих рамах этом мастер рио балберис покупал они стекло пластик даже не орк стекло этого какая-то толстая пластиковая пленка и она может быстро и сцарапаться если ее сразу не повесить вот дальше у меня был процесс я его начинала начинал так у них записано наверное нет они тут начинала 14 мая так а вот эту вот зайку так я начинала 25 8 мая и закончил 12 июня ушло у меня так вообще написал 11 дней ну как лишь конечно не падает выше вышивала вот процесс небольшой 12 на 18 сантиметров 70 на 100 крестиков всего но у меня рамочка 20 на 22 сантиметра к диаметре она идет вот брала бритни лугану 28 каунта здесь сто первый цвет вот сразу скажу потому что будут вопросы а здесь 264 цвет бритни лугану тоже все это и 26 цветов здесь где-то примерно по 5 по 6 тысяч крестиков все вместе с бэкстичем все вместе там с четверть крестиками с узелками тоже все это вместе я считал и так у меня здесь написано 15 блендов а что нитки с х с это с х с потому что я покупал набором на алике вот это все и по схеме электронной вот одуванчики у меня было схема на этой не было схему электронные у меня я ее перенабрала сама она мне я повышал по электрону я все вышиваю по электронной схеме так дальше я вышивала следующий процесс вы в июне заканчивала это мускарики начинала его 14 мая и закончила 23 июня 12 дней написано у меня ушло на эту работу 14 на 19 сантиметров но 88 на сто двадцать один крестик вышивала на вообще идет набор набор жар птица идет он на 14 аиде белый это по рисунку анны петуновой сделал сюжет дизайнеры там дизайнеры по студии у них их несколько сейчас не помню то ли это дарья свесарева свесарева сейчас точно не помню вот но я не хотела чтобы он был большой так как я до этого вышивала тюльпаны от жар птицы тоже двух видов вы в летом и хотя что примерно такого же размера они были и также следующий букет я который покажу вам хотел чтобы они одинакового размера бы поэтому я вышила на был кости 101 цвет 32 каунт нитки пнк здесь вот ну в основном здесь креста две нити полукрест в одну нить и бэкстич всего здесь пять тысяч семьсот пятьдесят девять крестиков 19 цветов в этой работе оформление оформляла я в рамочку свалберис такая легкая она рамка вообще потому что здесь не стекло то что тот же сам пластик видите как он отсвечивает стекло вот вообще если хорошие настоящий стекло она тоже от свечи но не настолько с насколько вот это тут может быть надо мне был стекло рез я найти не могу стекла тонну не состава храм поснимать да по вставлять вот так сделать купить нам просто его и повырезать стекла ну пока так где он не висит я не могу сказать что он сильно отсвечивает в зале вообще солнца мало только восточное окно днем было утром бывает солнечное все принципе неплохо получился вот видите какую-то замена каунта произошла не такой вот как бы скажем может более менее акварельный как на 14 был бы ну тут я хотела простите угадать сразу как был с размером все это чтобы у меня соответственно так еще один сюжет дальше у меня пошел уже в июнь так давайте начнем сначала покажу что я в июне начинала уме тут план на лето он за кстати был план на лето какой забыла указать что значит сценарий не написать ну ладно зима будет там уже будем снимать как так вот такой у меня был план я честно не найду где что вставить чтобы вставить вот и из этого плана у меня был была задача вот эти все сюжеты закончить я с этим справилась вот эти верхние я вообще не как бы не прикасалась потом то что из начатого я начала кое-что закончила даже и из этого начатого ну пока пока буду продолжать кое-что я покажу что я начинала вот и в июне сейчас вспомнить бы еще до что это начинала возможно даже что-то и записывал так и в июне я начинала еще один процесс вспомнил думаю его дело от вероника женер черешня я здесь написал что я вышивала шесть дней это мне знаете нужно для того чтобы высчитать количество крестиков за июль то что это все что вышло в июле удалила но записала быстренько так а вот крестик по крестиком что сколько в июле было в этих работах я не вычитал вот начинала черешню от вероника женер и я ее закончила в июле вот она черешня так что у нас там написано по черешне значит начинала 12 июня и закончилась 17 июля 3 на вообще вышло 13 дней вышивали на этот сюжет 154 крестика на 155 то есть 27 на 27 сантиметров я высчитал где 26 на 26 если 28 там 27 кау если 16 это конечно же будет меньше и это я вышивала на ткани у бельхо его 28 каунт цвет 410 то есть этот цвет соответствовал цвету и был вспомнить чуть светлее 52 кашел 52 я подбирал такой цвет потому что вышивала прошлом году ягодно ягодную ботаническую серию клубнику на таком цвете здесь я решила взять его ну что-то мне показалось слишком дорого покупать на все эти процессы взяла одним махом прошлом году как раз была распродажа что ты не помню что мне я по-моему за 600 рублей купила 50 на 90 отрез ну 1200 отдала за два таких куска в общем на мир вышивки что там еще скидка какая-то моя прошла общем мне нам оказалось досталось не так дорого на тот момент сейчас можно сейчас 50 на 90 его уже на вау верес можно купить за ты почти за тысячу там иногда встречается 700 с чем-то а иногда прям уже за тысячу получается дешевле я пока не знаю найти не могу если там вышивальном калейдоскопе может девчонки заказывает но там доставка для меня получается дорогая а поделить мне там что-то с кем-то не несколько вот поэтому я была возможность я купила вот нитки здесь у меня сборная солянка dmc royal sps все что только можно было выбрать у домом я это все собрала ну есть на канале у меня видео и так я по-моему снимал не снимал отдельно но такие по моему маленькие видео шорт я снимала эти можно посмотреть вышивальных неделях делу не там написано финише есть там я все рассказываю как что вот 24 цвета всего здесь крест 2 нити полу крест в одну две нити бэкстич фрузелки 9316 крестик ушло мне всего но это все вместе с максичем 13 дней вышивальных то есть вы видите да цифру 12 13 дней на тот или иной процесс у меня 10 там может где будет 7 то есть я вот такие процессы вышивала с одной стороны кажется вот такая большая работа да здесь равно 40 на 40 нет 36 на 36 кстати у меня был такой указан что я покупала раму 40 40 купила на этот процесс я забыла прошлом году и это рама называется нарбона я покупала это в леонардо 40 40 я на валбери заказала и с прошлогодней рамы которые покупала тоже в леонардо такого же размера тоже нарбон они немножко отличаются но та рама идет со стеклом если кто в леонардо будет что покупать да вот смотрите рамы есть со стеклом одинаково вот эти гамов а есть вот с этим пластиком со стеклом к сожалению была одна всего рама на тот момент когда я покупал я покупал онлайн через интернет-магазин и она не продавалась и у них есть такой момент леонардо что в наличии могут быть одна-две рамы а я в этот раз думаю чтоб следующий год так вот не пролететь не с размером вдруг забудется за года то что висит тебе подойти с линейкой вот ума не хватило правда вот такое ощущение когда я вот эту раму заказала потом уже когда получала я думаю я уже сидела и думала по-моему я с размером пролетела хочу же я не померила то вот так вот и я заказал сразу три рамы нарбона гамовские это рамы и все 36 на 36 ну это 36 на 36 а внутренний 35 на 35 размер так что вот если вы покупаете идете оффлайн ну и даже онлайн вот имейте ввиду есть там написано с пластиком есть со стеклом но со стеклом вот к сожалению не всегда можно купить онлайн я бы купила конечно со стеклом и мне кажется вот со стеклом рама она вот немножко другая мне это больше нравится это вот как пятнами идет вот вот сейчас покажу да а то рама у меня шла она как будто потертости не такая но тоже на рубона вроде тоже там такой же производитель и грамм но видите есть отличие так что если выбираете имейте это в виду вот так дальше начинала я в июне продолжим что мы начинали тоже буду параллельно показать не только законченной работой адель от алисы но это всем известная адель это лошадь вот она я начинала ее в июне сейчас не помню какого июня точно наверное но я хотела день рождения дочери выше вышивать начать на такая начала эту на примету конечно тоже ну вот немножко там у нее с работы проблемы были и ну и в общем то и сейчас так она работает можно сказать фрилансер если я правильно этого применяю до слова ну ладно в общем вышла ей на приметку вообще она хочет заняться маникюром она уже прошла два обучения вы давно уже делает ногти там с 9 10 класса даже начала знакомым подругам всем всем уже но вот все как-то нам боится стесняется но есть такой страх который надо и преодолеть написать объявление начать немножко делать уже не только своим людям потому что они все есть там оборудование сертификаты все вот немножко немножко надо сейчас она будет жить в верхней пашме если что пишите немножко подтолкнуть к этому вот что у меня начато 35 процентов здесь я не помню сейчас по крестикам сколько всего здесь выше то вот буквально я вышивал на эти два дня вышивали на неделе об этом покажу расскажу еще раз все поподробнее что и как и там я подобно рассказываю что мне что-то кое-что мне здесь не нравится несоответствие с привью неком некое есть вот но в принципе все это видели сто раз эту модель все знают да но мне хотелось сначала думал может подушку оформлю потом хотела взять равномерную ткань в общем туда сюда пометал думала пусть останется как есть принципе ладно пусть будет на аиде вот и вот так вот она у меня сейчас вышивается я вышивала пол в июне немножко брала в июле но вот сейчас немного повышевала так как процесс такой знаете отдыхалочка вот еще раз близко если кто не знает покажу можете рассмотреть что там то ничего сложного садись вышивает даже немножко скучновато получается вот так и еще я вышивала и начинала в июне один такой процесс оберег любовь и верность от чудесной иглы чувствую я мне придется вышивать ой вырезать и вышивать тоже много чего то что я за лет по начинала конечно это же просто ну ладно вот такой процесс я начала буквально там вышла вышивала один день тут у меня написано тысячу два сто два крестика а вообще здесь девять тысяч семьсот пятьдесят девять крестик вот у меня начиналось в июне ну когда я его буду брать пока я еще точно не перешила потихоньку может знаете как процесс отдыхалочка тоже ну вот посмотрите тут ничего особо сложного нету так чудесная игла как бы не может быть сложный такой прям уж это же немного цветка но тем не менее тоже бывает он некоторые такие моменты вот но процесс легкий и всего у меня было выше что 21 тысяча пятьсот тридцать четыре крестика за июнь в июле я этого не посчитала полностью в полной мере вот ну и дальше в июле у меня вышивался еще один процесс я начала 2 июля и закончила 20 июля вот этот самый замечательный сюжет которым тоже я заменила основу это жар птицы ну назвала его букет я что-то не помню я по-моему недавно искала вроде такое же название значит это букет от жар птицы этого сюжета вот он у меня остался мускариков нет я отдала дочери вот этот вот артикул покажу вам если что смотрите надеюсь там не задан наперед будет съемка вот название нет вообще размер готова 19 19 работы должен быть художник это мария павлова ее сюжеты можете встретить во многих других у многих других производителей вышивки тоже погубите узнаем посмотрите я когда закончила сюжет я снимала там вышивальных двух недель двух недель когда и рассказывала и показывала ее работы должен вот по ее сюжету там конечно немножко переделан этот сюжет уже жар птиц перед ним студия переделали там белый по моему белый это щелистник розовых цветов нет там есть только белый ромашки по моему так то но в основном все остальное очень даже неплохо получилось у них здесь я поменяла 14 каунт на belfast тоже 101 свет в общем у меня был кусок я его разделила и часть сюда ушла прям на эти прям маленькие кусочки впритык но мне хватило оформить или даже ошиблась бы в сторону съехала но тем не менее не хватило этих кусочков то что оставались по моему от моей калины то что калина полку себя вышивала вот эти кусочек остался там 50 на 70 покупала его представьте я на этом кусочке вышла и мне хватило даже оформить вот но нет ки пнк и мини кирова так здесь количество цветов 26 здесь всего пять тысяч триста девяносто восемь крестов полукрестов значит в одну и две нити бэкстич вышивала 7 вышивальность дней этот сюжет вот ну вот отсвечивает конечно плохо что отсвечивает но у меня есть естественно видео я отдельно не снимал видео шорты есть даже такой там я где еще не оформленный показываю этот сюжет вот и оформляла я в рамку решила я его оформить в круглую раму мне прям так захотелось но вот что не захотелось так вот этого травму покупать почему потому что думаю мне вот прям хотел чтобы она вот такая вот выглядела более какая-то винтажная старинная такая рамочка да но я не стала сделать ничего пошарпанного по по кругу мне прям захотелось чтобы она была белая это рама мне сейчас в основном в зале работы висят в основном все белых храм есть там конечно немножко цветные да но в основном все рамы светлые вот серенькая и белые рамы вот поэтому я купил эту раму на валберес производитель тот же самый что и вот этих комодиков артист дизайн называется просто набираете в валберес комодики для рукоделия там для мулина или как и вот в основном вот этот производитель сразу всплывает у них там значит есть просто у них заходите у них смотрите у них есть и комодики и домики чайные разные мне хочется купить эти несколько домиков давно просто не то что там для чая просто их оформить как-то красиво да как более новогодний может что ли даже может наоборот что-то для лета что-то для нового года какие-то домики есть я видел как красиво оформляют туда можно даже сунуть подсветку искусственно вот эту свечку подсветку какой-то и будет красиво чего вот и вот у них есть так появились такие рамы круглые овальные разных размеров есть 15 по моему диаметр 20 25 30 и по моему 40 и овальные тоже в нескольких размерах есть квадратные рамы у них тоже вот рекламирую совершенно бесплатно их я вообще мы вообще блогеры всех производителей рекламируем совершенно бесплатно и поэтому по поводу тоже высказываем все что хотим совершать там за это никто не платит за наше мнение так вот в общем вот такой сюжет у меня получился мне писали там я вконтакте выставил надо ниже опустить здесь воздуха не хватает а если опустишь ниже да вот здесь все равно воздуха не будет хватать то такой сюжет тут уже 25 раму как бы может быть и нормально было но у меня уже кусок ткани был в притык его я его прямо форме как есть нормально смотрится у меня висит мне все нравится не все устраивает вот этот сюжет так что если у кого есть лежит такой букетик или подобные не еще два букета нравится у жар птицы подобного один такой желтенькими цветами ли ты тоже с полевыми цветами в вазах да я хочу их купить к следующему году да я тоже также вышит может быть и также в раму в круглой форме так далее в июле что у нас еще у нас еще было вы что вы а что мы начинали в июле ничего что ли что-то мне не пока вот начала начала я в июле отриоли садовые качели вот да и еще один сюжет два сюжета оказывается я его почему-то писала в август ну ладно садовые качели отриоли покупала я вот такой сюжет весной что ли вот и мне очень понравился вот этот сюжет у них он прям подходит вот под этот уже тоже вот ну и начала вышивать тут только шерсть наш 21 на 30 сантиметров вышивается только шерстью шерсть здесь нитки пока что в две нити но очень-очень много блэндов здесь будет здесь я не помню сколько процентов вышло потому что я его тоже вышивала в августе в принципе можно глянуть сколько там у меня сейчас идет садовые качели качели 12 процентов с половиной вышло сейчас здесь вот я в августе еще добавила но дизайн с одной стороны он несложный легкий давно знаете что здесь их встретился вот наверно сейчас видно вам вот эти одиночные крестики у меня здесь есть и даже у меня здесь протяжки большие оксана демидова прямом эфире который есть совместный у нас был тоже рассказывал что она вышивает один процесс и вот такие не такие конечно вот такие протяжки я здесь тоже делала такие протяжки потому что здесь вот россыпью идет видите а тут дальше я не пошла потому что здесь еще больше этих одиночек идет пока один цвет отложила вот но буду потихоньку вышивать буду брать потихонечку течение года и знаете вот ну как пойдет если он у меня как бы вдруг начинает идти идти уже где-то 30 процентов и более естественно более 50 50 процентов там я уже этот процесс заканчиваем всегда стараюсь закончить вот и еще в июле я вышивала вот такой процессик да у меня шутка будет конечно не буду вытаскивать потому что у меня сейчас такое произошло вот вот этот вот этот процесс не весит только половину вышла магнитов то есть два магнитика вышла это вот такая чашечка вот это мы ездили как раз на отдых и я там вышла чашку названием отдыхал и вот такой сюжет еще такая чашечка вышла пока здесь я немножко напортачивала у меня здесь лежит уже другая основа ну то есть тоже по студии по уголу или галовская лишь нет это инпостуде по моему снова до пластиковая я покупала почему потому что обычно когда покупаешь вот на пластике ты их как-то одинаково делишь а все да и они как-то все примерно одинаково вышиваются здесь же вот эта чашка она оказалась больше всех а это меньше всех а я разделила все одинаково кусочки и то есть вот эта чашка у меня на этот кусочек не влезали в общем кусочек я оставлю этот на что-нибудь другое вот мне там еще остатки от космоса лежат но что-нибудь те вышли на холодильник захочу да там мало ли вот и вот сюда под эту чашку новый кусок возьми так оказывается так что смотрите кто такой набор купил сразу не разрезайте как-то посмотрите то вот эта чашечка красненькая на маленькой а вот это большая получается то есть вот эти две чашки я вышла в июле начала и закончила так еще в июле у меня был закон начать начать один процесс сначала то что я начала покажу это медовое удовольствие медовое как он там называет удовольствие почему его настроением медовым называю и закачку вот а темпа студии начала в июле повышевала и конечно же в августе вот он вот так начат даду всей начатые процессы покажу за лето которые вот здесь все в общем я меняла здесь основу так что у меня здесь медовую удовольствие а это такая маленькая мешочек от этих меняла здесь основу прошлом году я вышивала летние настроения от мп-студе такой же парный сюжет только там какой-то фиолетовое малиновое или клубничное варенье а здесь мед медовое здесь мед медовое настроение до пчелка нарисована мед и все мне почему-то кажется лимонным почему не знаю как этот лимон лежит вот я вышивала на белфасте 52 цвет на тот сюжет и этот решила то же самое также вышить покупала я основу еще зимой по моему осенью зимой в леонардо онлайн заказывал как раз что-то такая была на них скидка и что-то не менее в общем хорошая скидка была на 50 на 70 вот кусочек и я начала вышивать и вышиваю думаю что то он темнее темнее чем тот что я вышивала понимаете сравнила да действительно тот вот какой-то вот белфаст может думаю постирается он тоже станет светлее но 52 цвет он светлее я уже проверила думаешь я спутал может 53 нет пачка то 52 цвета 53 у меня потемнее лежит ну не знаю может быть партен тоже у них на партию не приходится совсем одинаковые цвета да тот то я заказывала в шелковой нити вот может быть отличается цвета может цвет покраски был какой-то другой я не знаю чем может быть вернее сказать это же лен они может степени выбеливания что ли какая-то другая была вот так так что ну ладно что теперь сделаешь нитки здесь вот с нарезкой уже в метр идут гамовские ну прекрасные ниточки мне нравится прекрасно хорошо и вышивать вот буду продолжать мне конечно хочется осенью также закончить у меня уже под него есть тоже рама тот сюжет у меня оформлен висит на стене это нужна пара сначала мне в одном месте висел потом его перевесил другой висит сейчас все равно к нему нужна пара как они будут красиво смотреться в паре вот я не знаю будут там еще это прошлогодние две на вилки в этом году ничего вот похожего лет летнего не выходила выходили у них речки в этом году не вышли если они путают опять-таки что-то с рейками а новогодние точно вот вышли как-то недавно вот но тем не менее так ну и в июле я надеюсь от них нам идут все как начинаю снимать здесь и делать на так далее обязательно кто-нибудь идут в июле я еще закончила один свой зубодробительный сюжет это по авторской схеме от ольги тихомировой пора лететь начинала его 9 числа 9 августа прошлого года вот и закончила 23 июля этого года наконец-то размер 26 на 23 сантиметра 165 на 150 крестиков да и я вышивала на аиде 16 каунта с кремового цвета и вот этот круг у меня получился неравномерный это уже второй раз когда у меня на иди вышивая на едино может быть следующий раз ну хотя к тому кругу парные надо вот все таки тоже на иди вышли но наверное надо иметь ввиду если круглое что-то вышиваешь лучше на равномерной ткани что вышивать потому что я от ольги ланкевича вышивала круг там лейка с подсолнухами до синий может кто-то помнит у меня есть законченных процессах в плей вести он тоже получился 26 на 25 сантиметров ровный круг и вернее он неровный кучу и здесь вот этот вот круг он не совсем круг он немножко вытянутый то есть мне мне даже когда я делаю разметку есть подозрение что аида не совсем равномерные почему потому что когда берешь циркуль и ты сверху вот так вот этим циркулем проставляешь эти клеточки 10 до а когда ты его вот так идешь горизонтально уже ты заново надо заново мерить клеточки потому что они чуть чуть меньше там надо чуть меньше получается циркулем замерка где 10 клеточек вот вот просто кому интересно сами проверьте так это или нет это аида гамма не знаю может быть у цвайгорт хотя и цвайгорт я тоже так же разметку делал но мне кажется есть некое такое немножко не совсем равномерное у них вот эти клеточки чуть-чуть вот верх-низ там это как то есть отличие я все время стараюсь еще по кромке делать вот если я сама там режу да все вы и вышивку параллельно кромки делать вот в общем они переворачивать и вот так вот но это вот любит у нас производители любят так отрезать все это вот и поэтому вот и получается вот такая вот ерунда вот так здесь 16861 крест в одну две нити три по-моему не было потом полукрест в одну две нити бэкстича было здесь четыре с лишним тысячи крестиков да как если в крестике или в километре перечит но вышивала я всего 24 вышивальных дня несмотря на все мои слезы все мы все мое нытье по этому поводу что здесь здесь конечно сейчас очень плохо все видно лампа там у меня все отсвечивает станок у меня стоит тут вот все отсвечивает вот и посмотрите видео видео шорт по моему тоже есть ну вышивальных неделях я по отдельно не снимала этот сюжет фотографии там все есть в яндекс дэн кто будет смотреть заходите есть все фотографии в яндекс дэн так что посмотрите все оформляла то же самое в рамку вот от этого производителя нова уберись покупала это рамка 30 сантиметров внутри 30 по моему 29 сантиметров рама которая была мастер рио у меня уже куплено к этому сюжету она была поменьше и вот этот сюжет не влезал весь полностью потому что там же видите вот эти идут летящие семена от ладуванчика вот и они не влезали я купила и эту раму чему очень рада потому что я уже до этого увидела эти рамы я зашла на волберс как-то присмотрела потом смотрю уже кто-то оформлял у них даже вот я купила и я захотела оформить его вот так и минут видите покрасить именно так здесь я продиры делала и специально вот так вот чтоб неравномерно окрашенный был вот этот край протирала его вот меловой краской красила но я ее сама тонировал что зеленый что желтый весь сама тонировала и еще один сюжет я хочу вот так же оформить так это был мой вышивальный июль июль то есть и здесь я записала сколько я всего крестиков но это все вот без как раз я вышила все что вышел я записать записала блокнота потом удалила крестики обычно считаю сначала все крестики за месяц а потом уже все удаляю до саги вот и поэтому мне там 77 тысяч пятьсот сорок один крестик всего в июле вышит но это конечно так надо высчитать просто проценты вот сколько в этом было в июне вышит а сколько больше половины можно сказать половину до этих вот крестиков на пора лететь я сделала в июле вот так дальше что у нас дальше дальше у нас пошел август последний месяц лета и в августе у меня было тоже три законченных процессов первый законченный процесс у меня был тоже немножко долгоиграющий но тем не менее закончены это были флоксы от чудесные иглы фокс и тысячелистник от чудесной иглы начинала я 14 июня 22 года и закончила 12 июля августа 23 года но всего а мне что не записал да сколько у меня тут не 22 дня вышивальных у меня примерно так вышло на этот сюжет по-моему я правильно или 20 ладно в общем где-то 22 дня сюда вот ушло я думал что записал косметку значит здесь нет нитки гамма основа была серого цвета аида 14 каунта я ее заменила на вот эту ткань здесь опять ничего не видно да это миран миран ли 27 каунт голубого цвета а тоже цвейгер но она идет уже не хэбэ а наверное 50 на 50 синтетика что тоже она более плотная на плотнее даже чем и убить хор переплетение даже более такие утолщенные у них и после стирки нога плотненько прям было до жесткая вот и здесь здесь не видно вот видите структуру какая вот такая вот структурка вот так что вот что у меня получилось значит я здесь немножко конечно с размером не угадала ткани я ее прям практически купила притык почему не знаю еще на них уже точно так же взяла ткань ну там мне кажется там хватит может поменьше букет вообще здесь размер 129 на 178 крестиков 23 на 32 да вот и размером сейчас готовой работы в раме 30 на 40 сантиметров вот этого я все думала 25 на 35 она у меня влезет но но нет она была прям в притык я примеряла в притык и поэтому я здесь вот ночевала я так натягивал чтобы этого как можно меньше ее было видно вот прям чуть-чуть таким ну не видимо будет полосочкой и слегка снизу видно вот этот момент раму покупала тоже на вал берез рамки резай это магазин покупала я ее без стекла и задника она для этих вот для подрамников идет рама потому что вот такой размер я вот в этом цвете вот такую раму не нашла со стеклом там не было почему-то тот момент может не знаю я заказывала стекло я вставила из старой своей рамки которые у меня там в чулане лежат вот поэтому все 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 нормально все срослось здесь просто вот так у меня вот так картон оставался от этих от рамок как в которых они приходили чтобы этот картон уменьшить я делаю из него задники вот так значит здесь крест в одну две-три нити ну три бленда 39 цветов бэк фрузилки тут много фрузилков было 215 фрузилков носу бэк 45 всего крестиков бэк там в бабочках только совсем идет и 11393 крестика это я для тех кто наверное в этом как бы понимает сколько количество крестиков да и за сколько это времени можно вышить вот так ну про замену я сказала 22 до вышивальных дня записаны и четыре дня тут из этих 22 вышивала где-то по 200 по 100 крестиков то есть еще меньше можно за меньшее количество дней вышить я специально вам это сообщаю чтобы те кто у кого лежит этот набор те кто купил мечтает его примерно знали с чем вам придется столкнуться да то есть 22 минус 4 сколько там у нас получается ну 20 вышивальные дней уйдет у вас на этот сюжет так дальше пошли дальше у меня была закончена начат процесс от дименшинс от дименшинс кошачий пруд кошачий пруд у меня он был запланирован я конечно его планировал вообще вышить но так получилось что вот он у меня до конца до августа дотерпел и в августе я только начала этот сюжет я не помню сколько мне там процентов вышит так сейчас посмотрим кошачий пруд что-то 8 процентов что ли мне кажется я больше ну да 8 процентов может я что-то не проставила да нет я не поставила до 27 числа вот на августа я вышивала этот сюжет 21 22 не просто там больше там 12 процентов ну неважно ладно в общем вот так у меня сейчас на такой стадии вышит сначала думала стоит начинать нет а потом найти подумала а он у меня лежал пять лет пять лет лежит вот с тех пор как я окупила я в вышивальных делях это рассказывал и дальше лежать мне уже жалко пусть лучше вот так начатый лежит если он начатый значит он когда-то все равно быстрее чем не начатый он закончится вот вот такой сюжетик я начала но я планирую выше творчество дальше в рамках у меня есть там в рамках большой процесс маленький средний процесс в рамках маленькие процессики я вышиваю там беру их ну это в плане там семечек что ли там развлечений для себя такой вот быстро такие маленькие сюжеты хоть от жар птиц вот чаще всего да конечно они как бы вышиваются быстро быстрый результат и ты уже чему-то радуешься кошачий пруд я начинала и ну потом покажу и заканчивала я еще один сюжет который начинал в прошлом году это садовая фея 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 от dimensions это тоже dimensions но dimensions это был набор а вот такая схема если кто еще вдруг первый раз заскочила не видел пахнет так ополаскиватель классным так значит садовая фея начинал 10 августа прошлого года свой день рождения и 19 августа в этом году я закончил вообще это очень легкий сюжет очень легкий никаких сложностей но очень много бэкстича в нем очень-очень много значит здесь размер 183 на 106 крестиках 33 на 19 в сантиметрах схема материал значит схема нитки роял вышивала и конечно же по электронной схеме и есть электронной схеме свободной доступе они вот основа этот свайгард 14 каунт рустик но это аида аида свайгард вот я такую специально выбрала потому что у меня на такой вышел садовая полка от dimensions на похожий на то не рустик было то было по моему по моему просто аида кремовый цвет какая-то у меня там есть садовница похожие вот нитки роял 10398 крестиков и 10 вышивальных дней всего 29 цветов вышивался этот сюжет то есть я в прошлом году два раза повышевала два дня что ли брала и все остальное вот я вышила уже в этом году буквально прям быстро села там осталось три с половиной тысяч крестиков но и бэкстич и дошил пока она у меня единственная за лето не оформлены буквально его закончил в августе рамки у меня просто под ним никакой нет я там примерно какую-то нашла на вал берез может быть ее закажу перекрашу просто деревянный а может быть я закажу на зоне ранку я уже тоже положил в корзину зелененькую рамочку под нее вот но вообще думала в раму оформлять или оформлять ее как не пинки как вы как баннер что ли но только здесь нужно будет уже подвес какой-то каем думал ветку как найти на него что ли сделать как с подвесом у меня висит в кухне баннером садовница уже сколько три года я ее ни разу не стирала все нормально никакая не грязная не пыльная даже вот такой местности как наша да здесь пылище просто открою окно открой там будешь в эти вот у нас все лето окна открыты в принципе я постоянно там пыль это вытираю записать записала взять забыла есть еще один сюжет от dimensions меня спрашивали на эфире оксана демидова dimensions я что-нибудь буду вышивать я вышиваю вот еще один сюжет от dimensions и в планах еще один на осень это коттедж уединение вышиваю в подарок для своей сестры родной вот да на примету конечно же а как же без этого без примет никак а вот сколько у меня вышито всего так что у мне тут сказано так 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 коттедж у меня здесь день ну почти десять процентов выше то я всего два дня повышевала тут почти две тысячи крестиков выше то на этом сюжете основу взяла его убиль хор цвет 40 12 вот купола его конечно по другой сюжет но взяла на этот ладно куплю я на тот сюжет может быть год прошел им я уже передумала такого цвета вышивать я решила что-нибудь посветление взять на тот сюжет возможно а может быть и кто знает и такой же куплю вот ниточки у меня как всегда на органайзере но я таким пользуюсь 1 2 3 систему органайзера делают для dimensions сюжетов здесь у меня все срезано но они все подписаны тоже то что там органайзер все они сюда подписаны как что я буду знать уже потом в последствии какие цвета гречу а такие вот обрезки я их оставляю я их храню они потом в подборе помогает тоже если делать dimensions старые какие dimensions сняты из производства вот для подбора они хорошо уже идут если вдруг у них не останется но у dimensions нитки остаются вообще из набора в набор dimensions тоже нитки цветами гуляют нить это виду американские нитки вообще в наборе будут совсем другие не такие как нитки китайские уже это надо учитывать тоже я делаю подбор частенько поэтому я это уже изучила все даже нитки китайские из набора в набор один и тот же цвет может быть так это был начатый процесс и остался у меня уже последний сюжет который я вышивала только что урок развернул и остался у меня последний сюжет который вышивала в августе и этим летом это я закончила это лето вот этим сюжетом от золотых ручек рассвет вот такой вот у меня получился сюжет красивый тоже еще не оформленные рамки пришли надо и забрать свалмерис и я оформлю этот сюжет уже пока один но две рамочки купила для второго тоже перенабор был электронный формате был с ошибками имейте виду в сети на этот сюжет рассвет набор с ошибками там очень много лишних цветов здесь двадцать восемь цветов а там 30 с лишним цветов я меняла я делал этот перенабор по термейки разогнала и поменяла там все и цвета вот эти свои подбор сделал все поменял есть конечно там у меня ошибки потому что на основе вот того что было было сложно делать лучше я новый сама сделал перенабор или заказала наталья самохина и сейчас заказываю перенаборы ссылка в описании на ее группу вот лучше заказала и не мучилась но в принципе я уже там видела где какие эти могут быть еще ошибки они уже не такие были ошибки как ошибки вообще вот в этом перенаборе вот что мне в этом наборе не понравилось набор я покупала тоже пять лет назад стоил он тогда со скидкой 650 рублей это тогда было для меня ну не то что для меня вообще для такого набора 15 на 15 сантиметров если сравнивать наборы жар птицы они конечно состав у них немножко другой тут свайгард основы нитки dmc на тот момент были здесь нету никакой гаммы у меня в отличие от новых наборов которые сейчас выпущены да и стоил тогда ну дороговато но все-таки со скидкой был он приемлемо купить я купила эти два наборчика выше и вот в один из них вышел огорчила что мне огорчила меня то что нитки у меня 27 это были нитки металли ушли все я боюсь что мне не хватит у меня здесь знаете вот осталось вот то что было с блендом вот осталось ниточка и все 17 его нет и вот остались вот эти два три цвета по ниточки по ниточке все что хочу сказать что если кто захочет менять каунт на больший на 16 имейте ввиду имейте это ввиду вам не хватит этого первых во вторых нитки вот такие вот вот они коротенькие всего 50 сантиметров ниточка идет я померила пришлось чтобы мне знаете я уже боялась что а вдруг не хватит на некоторых нет и поэтому я брала две ниточки и вышивала микро стежком крепила и вышивала я так делаю в жар птицы в короткой когда у них нарезка там идет ну и где короткая нарезка я до 60 сантиметров я вот так делаю в две нити и это экономит нитки у меня даже watch dimensions так вышивает метровые вот эти метровых 90 сантиметров по 2 берет так эконом не получается ну да ты же одну ниточку с 1 ниточки у тебя то ли ты и пополам когда спадешь у тебя вот получается вот не такой кусочек а вот такой кусочек остается когда ты с одной там уже вот такой да то есть то есть у тебя есть там этот вот и вот эти вот остатки там был шевелем дошивала короткую иголку брала лишь бы вот лишь бы мне хватило вот не так понимаете боялась некоторые а видела что их уже впритык я боялась что мне не хватит вот цена сейчас этого набора у них группе 1700 но нитки учтите что там уже написано гамма плюс dmc вот эти мне нитки светлые димси вообще здесь не понравились они рвались рвались они лохматились и укладывались как-то вы знаете некрасиво неровно вот если там вам видно вот ладно постирали еще как-то выровнялись вот потом в навал берез у них почему навал берез обычно мы привыкли к чему к тому что у нас там всегда дешевле да идет наборы идут но сейчас одного лоберез во первых и у производителей стали дороже набор чем в закупках буквально весной закупках наборы были даже чуть дороже в совместных закупках контакте чем навал берез теперь навал берез дороже чем совместных закупок ну там плюс будет конечно почтовые расходы надо это тоже понимать вот но золотые ручки на вал берез еще дороже они там две с лишним тысячи я бы сейчас наверное этот набор покупать бы не стал не то что из-за ниток а из-за цены за 15 на 15 сантиметров отдавать две с половиной почти тысячи рублей а третий набор из этой серии у них стоит вообще три с половиной тысячи я бы не стал я лучше купила мини-голд от дименшинс он гораздо дешевле и там нет никаких ниток гамма ну если это кому-то принципиально мне конечно не принципиально но если там нитки гамма то и цена должна дешевле нитки гамма в отличие от диме себя не дешевле чем димси понимаете поэтому я вот так рассуждать вот поэтому я лучше куплю мини-голд от дименшинс чем вот этот вот наборчик и буду сидеть и бояться а вдруг ничего не хватит так ну что еще у меня я все вот все 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 что я вышивала я вам рассказала в августе у меня было значит двадцать четыре тысячи сто девяносто пять крестиков больше я думаю примерно где-то около того и в июле было выше то ну вот я немножко там забылась не посчитал так вот такие сюжеты я вышивала лет еще у меня был буквально последние дни августа новый опыт это новый опыт прямой эфир у оксаны демидовой оксана мне написала буквально там двадцать девятого полом числа приходи ко мне на эфир в гости я не отказалась конечно для меня это было немножко волнительно первый раз все-таки первый опыт волнительно так я даже мне кажется немножко скована была на прямом эфире как тут конечно вот я сейчас рассказываю все я могу что-то что не понравится вырезать что-то добавить там такого у тебя шанса нет там надо и показывать и что-то уже соображать быстро немножко это компьютер мы 52 года ему тупик у меня вот приходится его настраивать немножко в медикамент вот так особенно после к вида очень очень подвисает этот компьютер вот так да мне понравился этот опыт я уже несколько раз задумалась о ведении прямого эфира но только вот у нас что с московским временем разница еще это была такая может быть тоже проба пера и проба интернета своего так что я пробовала но на интернете на мегафон это все шло у меня у меня хорошо все шло без провисаний к счастью моему я боялась что у меня что-то вот будет такое вот этого отключила я вай-фай свой вот с вайфаем бы конечно было весь на первое да там что-либо не было вот такой у меня вайфай вот ну в общем в общем не понравилось хотя конечно небе не без комментариев казалось кто-то девушка пришла я от вас отписываюсь я смотрела ваш эфир я от вас отписываюсь мне все по мне ваше видео нравится я вообще конечно не поняла почему хоккей смещу понаехала на оксану вот я хочу сказать я уже не раз говорила на своих каналов что все что я здесь говорю все что я здесь показываю это мой канал я как хочу так и говорю а я высказываю свое мнение мне за мнение никакие производители не платят не доплачивают за хорошее мнение поэтому в этом и прелесть я все что думаю то и говорю понравился мне не то что производитель вот я вышиваю вот этот сюжет например вот вот у данного производителя что-то меня не устроило не понравилось я высказал возможно другой какой-нибудь набор из этой у этого производителя мне понравится я его похвалю понимаете хоть ужар птица хоть чудесные иглы один набор мне может не понравится другой понравится это не значит что там плохой какой-то производитель вот не значит что вот я например очень плакал по этому поводу да это не значит что у ольги тихомировой все такие вот сюжеты тяжелые да например ну мне ну это мне может даже так показалось понимать поэтому я высказал только свое мнение те свои чувства которые были в данный момент вот и еще такой момент что здесь да вот здесь я вышивала на шестнадцатом каунте я забыла сказать а если б я вышивала на 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 четырнадцатом да ну здесь бы он бы может быть ну во-первых и больше и более такой акварельный вот вот может быть мне не так сложно было даже его вышивать вот я высказываю свое мнение на своем канале я показываю на своем канале только то что я хочу мне много раз пишут надо вот так снимать вот это вот надоело это не показывать это мой канал и я здесь можно сказать сама себе королева да что хочу то и показываю что хочу то и говорю вот и в пятьдесят два года мне уже трудно навязать чье-то мне у меня уже свое мне муж может навязать свое мнение да я может быть с ним соглашусь но в мыслях оставлю своем ну это это уже другая политика здесь же мой канал мои правила об этом я всегда говорил никто у меня ничего никакого мнения не навязывает ничего меня не учит уже поздно поздно что-то со мной дело поздно перевоспитывать вот так ну от один отписался человек 10 подписались этому я по этому поводу не грущу мне гораздо может обиднее было если там например людмила хальчицкая мне бы написала я от вас ухожу мне может обидно было татьяна чернова написала я эти девочки с которыми мы там например переписываемся даже или которых я вот уже по именам знаю да более а так вот ну где-то когда-то смотрел нет человек ничего может не писал я как-то и ушел ушел все на этом все ну что хочу сказать большое вам огромное спасибо за внимание мое лето вышивальное и вообще лето можно сказать состоялось вот я надеюсь что у вас тоже состоялось было лето были отпуска был отдых была вышивка чтобы все успели что запланировали как и я я очень довольна этим летом да надеюсь что осень будет ну пусть погода лады не радует уже уже не радует но хотя бы будет скоро у меня время на вышивку побольше и также на рукоделие в этом плане конечно вот этим летом я практически не занимался ничем рукодельным а планы есть кое уже что все что есть куплено что то что нужно да все у меня там даже ткань уже ближе горой навалено в одном месте в зале там комнате вернее приготовлено для шитья вот такие еще планы у меня да кстати говоря планы на осень вот что я забыл но об этом я подробно конечно рассказываю вышивальных неделях вот еще скажу мне просто очень уже много времени ушло я разыграла рулеткой вышивальных неделях с вами заходите увидите отсюда процессы на осень вот не все они будут и вот такой планчик составила и здесь оставила место для внезапных таких моментов и уже один из них наступил в общем что у меня будут продолжаться все мои старенькие сюжеты вот это вот все хотелось бы завершить я вставлю картинку эти будут продолжаться эти будут начинаться ну вот заходите вышивальные недели там все более подробно будет рассказано вышивальные недели выйдет чуть позже через неделю ну все теперь все всем огромное спасибо за внимание спасибо большое за ваши лайки за ваши дизлайки за ваши комментарии за все ваши добрые теплые слова поддержки вами тоже ставлю большой лайк желаю вам прекрасной осени чтобы все планы сбылись но мы с вами встретимся в следующем